13.06 в Кире, это программа «Особое мнение», у микрофона Светлана Занько, напротив меня Дмитрий Русских, депутат областного законодательного собрания. Дмитрий Михайлович, добрый день. Добрый день, Светлана, и все слушатели. Очень приятно в первый рабочий день встретиться на Эхо Москвы и, на самом деле, обсудить те вещи, которые, может быть, мы очень давно не обсуждали. Это правда. Я с этих вещей и хочу, на самом деле, начать. Прошло празднование 70-летия Победы. Наверное, основными вопросами для дискуссии стали следующие. Для дискуссии на любых каналах, в СМИ, в интернете, я думаю, что на кухне, за столами, нужны или нет военные парады? Вот это такой вопрос, который разделил практически на спикеров активных. Одни говорят, что демонстрация техника нашей военной мощи – это прекрасно, пусть знают. Другие говорят, что все это лишнее и нечего демонстрировать военный потенциал, а нужно вспоминать павших. Вот как-то так категорично. И второй вопрос, который каждый год вызывает в дискуссию, особенно она обостряется именно в преддверии празднования 9 мая – отношение к использованию георгиевской ленты как атрибуту праздника. Мы сейчас с тобой это обсудим, но прежде я хотела тебя спросить, понравился ли тебе парад и кировский, и московский, где ты был сам в это время, 9 мая, какие выводы сделал, делал ли вообще, стал ли себя утруждать, чтобы делать какие-то выводы или нет? Да, ну, я думаю, что вообще ближайший весь месяц, может даже весь начало года для нашей страны, вообще для жителей Российской Федерации и бывших соцреспублик, я думаю, что праздник 70-летия Победы был, наверное, таким главным посылом вообще всего происходящего. Я на самом деле воспитывался в советской школе, и все традиции, как они были у нас заложены при отмечении 9 мая, я их сохранил, при всем при этом моя родная бабушка была труженьцей тыла, как и многие, наверное, в то время родился, она осталась, когда дед ушел в начале июня на войну и потом не вернулся, с четырьмя детьми. И вот все эти тяготы войны, особенно в тылу, как они работали, я, в принципе, это хорошо знал из ее рассказов, как она поднимала четырех детей, которые остались с ними, как получила сначала одну повестку, а потом другую о том, что сначала пропавший без вести дед чистился, потом кто-то сказал, что он попал в плен, из плена сбежал и потом снова потерялся. То вся эта история, конечно, очень близко мне на самом деле, и еще раз хочу сказать, что школа тогда давала очень большие уроки истории, и у нас классный руководитель был, учитель истории. У меня был гениальный директор школы Александра Ивановна Стремовухова, которую я очень уважаю и ценю как директор. Это какая школа? Это была 14-я школа, да, и все эти традиции, и то все воспитание, и именно отношение к войне, оно закладывалось, в моем понимании, очень рано в нас, и мне кажется, немножко по-другому, чем сейчас. А что именно закладывалось? С чем ты вышел из этого советского... Ну, во-первых, все-таки это был день, наверное, памяти и скорби, в первую очередь, потому что моя бабушка признавала два праздника, которых отмечала. Это был 9 мая и Пасха. Вот так сложилось там, да. И всегда про войну она вспоминала именно о той тягости и о тех потерях, и о той ситуации, в которой она оказалась. И она просто вот любила этот праздник, потому что на тот момент закончилась война. И, наверное, то, что происходило уже впоследствии, это как раз восприятие того, что, в общем-то, то поколение пережило страшную войну ценой десятков миллионов жизней. То мы до сих пор сегодня не знаем конкретно сколько, потому что, когда мы учили в школе, цифры говорилось 18-19 миллионов погибло. Сейчас уже цифра 27, при этом я нашел в архивах, которые вот озвучили, что у нас примерно 2 миллиона сегодня до сих пор пропавших без вести. И на самом деле никто конкретно цифры сказать не может, и я думаю, что они там далеко за 30. И, конечно, все, что говорила всегда и рассказала бабушка, это то, что очень бы ей всегда хотелось, чтобы больше такой войны не было никогда. И чтобы те люди, которые пережили эту войну, они пережили только ради будущих поколений, детей и внуков, чтобы они больше с этим никогда не столкнулись. Главное, основной тост, я тоже помню, из детства, лишь бы не было войны, которые транслировали как раз наши бабушки и девушки. Да, и если вы посмотрите историю, то с 1947 по 1965 год вообще Парад Победы не отмечался. И, в общем-то, это был сначала отмена Сталина в 1947 году парада, и уже только его обратно вернули в 1965 году. До этого, как я тоже нашел в исторических документах, в основном собирались участники Великой Отечественной войны, вспоминали погибших товарищей, вспоминали все трудности той войны. И, в общем-то, встречали, вспоминали, и больше, наверное, это был даже не праздник, это был День скорби и памяти. А для тебя этот день сейчас что? Для меня сегодня это тоже, наверное, больше День памяти и скорби, и, наверное, главный посыл для того, чтобы, на самом деле, чтобы больше ни одно поколение российских уже граждан не испытало те тягости войны, которые прошло нашей бабушке и дедушке. Конечно, это очень важно для нас, и мы должны из любых историй как бы брать те примеры, чтобы их никогда уже не повторили. Потому что, к сожалению, история сегодня там немножко по-другому уже дает все те исторические данные, которые были во время Великой Отечественной войны, и, наверное, что-то сейчас я переосмысливаю, что-то я смотрю уже другими глазами, но, конечно, то, что советский народ именно за счет своих человеческих жертв, громаднейших, победил в этой войне, это для нас всегда останется раз и навсегда. День памяти. Как ты оценил эти парады и считаешь ли ты, что они должны проводиться, потому что это традиция или наоборот? Ну вот, а по порядку там, да. Московский парад я видел только по телевизору, и то очень в коротком формате. На самом деле, все на самом деле очень красиво, все очень помпезно, куча различных вип-персон, гостей. Честно говоря, я не очень понимаю вот ту напряженку, когда считали, сколько приедет глав государств. Вот по мне бы казалось, да хоть вообще никто не приезжайте, потому что праздник наш, и я бы хотел, конечно, в большом количестве видеть там ветеранов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, детей войны, дружников тыла. Потому что, в принципе, это их праздник, да. И кто там приедет из глав государств, мне, честно говоря, вообще без разницы. Главное, чтобы наш глава государства там был, да. Потому что, все-таки, это наш праздник, это праздник советского народа, и, наверное, это был главный посыл. Честно говоря, я не очень понял, почему были введены квоты по одному участнику Великой Отечественной войны от каждой территории, от каждой области. Не очень понятно, почему, на самом деле, да, и для кого праздник. И в данном случае хотел бы, конечно, чтобы, как мне казалось, и как и учили нам в школе, когда говорили нам старшие преподаватели, что это народный праздник. Это праздник народа, советского, российского. Это праздник именно народный. То главный участник этого процесса должен быть сам народ, российский на сегодняшний момент, так как мы, как бы, являемся там. То есть, тебе напрягло то, что разыграли политическую карту, связанные с санкциями, с напряжёнкой во взаимоотношениях России и Запада. Ну, да, и тут ещё и ситуация, как бы... Посмотрите, мы не одни, вот Восток весь с нами. Да, Восток, там, мне без разницы, кто Восток или Запад с нами. Да, главное, чтобы мы были, помнили ту победу, которую, в общем-то, наши деды и ковали со слезами на глазах. Хорошо, а Кировский парад? Кировский парад, значит. Я был на Кировском параде, я специально, как бы, хотел, потому что 70 лет, я очень хотел бы на нём быть. Меня очень поразило и очень порадовало это количество людей, которые пришли на этот парад. Особенно прямо вдоль улиц стояло очень много молодёжи, детей стояло. И все... Видно, что они пришли, их никто не заставлял, они пришли сами. И они хотели, на самом деле, сказать спасибо тем участникам Великой Отечественной войны, которые стояли нашу свободу, нашу независимость, победили фашизм. И это было очень видно и было очень приятно. Очень сильно поразила меня именно подготовка Бессмертного полка. Да, что столько, там, по-моему, 4 тысячи в городе Кирове прошло, что именно люди активно откликнулись на этот посыл, который, на самом-то деле, 3-4 года назад придумали томские журналисты. Телевизионная версия. Да, телевизионная версия, и ребята просто молодцы, значит. Которые сейчас благополучно закрыли, и Центральный канал ни разу не упоминали, что это... Кстати, вот это была именно их идея. Я считаю, что прекрасная просто идея, и жители города Кирова очень откликнулись на мир. То есть для тебя самым значимым событием 9 мая, если мы говорим о мероприятиях каких-то, это был как раз... Что это народный праздник. Что я увидел, что народ пришёл, его никто не нагонял, как у нас обычно это бывает. Люди пришли сами, люди хотели праздновать вместе с ветеранами Великой Отечественной войны. И в данном случае я считаю, что в плане прихода и подготовки к празднику, там, наши жители города Кирова, потому что парад был в городе Кирове, сделали всё от себя возможным. Давай всё-таки вернёмся к моему вопросу по поводу военного парада. Необходимый... И в заключение, да, то, что мне не понравилось. Мне не понравилось две вещи, что, во-первых, когда тронулась колонна к вечному огню с площади... Бессмертный пол, ты имеешь в виду? Нет, нет, когда вообще сама колонна пошла, да. То определённое количество ветеранов, которые сидели на лавочках вдоль площади, изъявили желание тоже пойти пешком. И самое удивительное, что никто на это не обратил внимания, и эти ветераны встали в конец колонны, я имею в виду, в каком плане конец. Сначала все наши патриоты, чиновники заняли свои места впереди, значит, отцы города, области и все остальные, и, в общем-то, забыли про эту часть, которая, в общем-то, встала после них. Мне показалось, что, в общем-то, наверное, праздник-то в первую очередь этих людей, и их надо было поставить в начале. Но дальше ещё пошла интересная ситуация, когда колонна тронулась, и скорость начальной части колонны в главе наших отцов города и области так разбежалась, что те ветераны, которые шли со мной, их было там 3-4 человека всего, на самом деле участников, да, они сказали, что нельзя идти потише, потому что мы так не успеваем. — Но ты понимаешь, что когда идёт колонна, понятно, что скорость движения людей молодых и скорость движения пожилых, она разная. — Да, то из этого надо было и поставить пожилых в начале, потому что всё-таки праздник-то не чиновников, а праздник-то ветеранов Великой Отечественной... — Или придумать какой-то формат, когда они могли быстрее быть пожилыми. — И второе, что мне очень сильно не понравилось, что буквально после улицы Ленина вся территория была отцеплена, людей туда не пускали, все было закрыто, все было... люди стояли как будто за какими-то заборами, какими-то сетками, и в данном случае, честно говоря, не очень было понятно, почему людям нельзя заходить в ту часть, да, и тут же я увидел буквально там в 10 метрах от Стеллы, которая у нас там вся толпа и двигалась, всё направлено у Вечного Огня, в пределах 20-25 машин различных наших отцов города и отцов области. Да, и очень странная ситуация, когда людям нельзя пройти... — И гости разъезжались... — Да, и гости разъезжались согласно купленным билетам. То в данном случае это на самом деле мне показалось совершенно некорректно, и в данном случае почему людям нельзя заходить в ту часть, в которую можно заезжать машинным чиновникам, для кого этот праздник был устроен, и в общем-то почему сегодня чиновники не могли в такой праздник, в выходной день, прийти нормально, как все основная часть людей, и в общем-то пройтись пешком, или там машины поставить где-то вдалеке. Ну, честно говоря, картина была очень сильно замечена многими корреспондентами СМИ, потому что я начал снимать, у меня есть фотографии этих всех стоящихся в ряд машин, и самое единственное, что каждый чиновник приехал на своей машине индивидуальной, государственной, и в общем-то это как бы очень не смотрелось на фоне вообще народного праздника, когда народ не пускает, чиновники подъезжают прямо на машинах, кладут быстро цветы, все садятся в машины и все разъехались. — У меня такая картинка возникла в голове. — Это нехорошая на самом деле, Свет, картинка, это еще раз говоришь, что для кого праздник. Народ не пускает, а чиновники убегают, садятся в машины и разъезжаются. Видимо, они очень деловые у нас и патриотичные, у них очень много дел. — Тогда одна минута тебе остается на ответ, нужны ли военные парады и что делать с Георгиевской янкой. — Военные парады. Я не знаю, как правильно на это ответить, но мы все должны понимать, что, наверное, любая страна, которая хочет быть независимой, она должна иметь армию. — Ее нужно продемонстрировать, силы этой армии нужно продемонстрировать. — Насчет демонстрации, я бы все-таки являюсь сторонником демонстрации комфортной и хорошей жизни населения. Это когда хорошее образование, хорошее здравоохранение, хорошие дороги, новые детские сады, школы и все прочее. Я сторонник все-таки показывать не силу, а комфорт и качество жизни моих земляков. — Можно обойтись и без военных парадов. — Ну, если кому-то это очень хочется, кому-то что-то показать, ну, может быть, и они имеют смысл. Я, честно говоря, отношусь к ним очень спокойно и считаю, что какая-то, может быть, часть должна присутствовать, но это не должно быть основной. Потому что, насколько я понял, что все дети, которые приходили, они бежали все смотреть технику. Для детей очень интересно посмотреть технику, но это нормальное явление. Что касается георгиевской ленточки, я помню, откуда она появилась, и тоже хорошо знаю историю георгиевской ленточки. — Мы можем не пояснять. — Да, да. Значит, я ее не одевал, потому что считаю, что я недостоин георгиевской ленточки. И это раз. Во-вторых, я помню, что она появилась в 2006 году, когда был запрещен флаг победы красный. Это тоже все было. И как раз тогда заменили флаг победы. — Нужно было заменить символ, найти. — Да, нужен был какой-то новый символ победы. И тогда придумали эту георгиевскую ленточку. То если сегодня это символ победы, значит, сегодня такое время. Но хочу сказать, что я посмотрел очень хорошо историю. Хочу открыто сказать, что во Второй Великой Отечественной войне наши солдаты не ходили с георгиевскими ленточками. Единственное, что появилось в 43-м году, в только 43-м году, орден славы, который частично имел элементы георгиевской ленточки. До этого, вспоминая даже советское время, и я ходил вместе с школой на 9 мая, никаких георгиевских ленточек у нас никогда нет. — Понятно. Но в целом ты не против того, что оно присутствует? — Если это объединяет население, и они считают, что это именно тот символ, который нужен, ну, пускай он будет. — Пусть будет. — Конечно. — Следующий вопрос, он тоже связан с празднованием Дня Победы. Общероссийский народный фронт выявил больше вечных огней, чем Департамент культуры Кировской области. Об этом в нашей программе, здесь же в этой студии, в особом мнении, рассказал Роман Титов, руководитель ОНФ в регионе. Есть новости на нашем сайте. Он поясняет, что часто вечные дни в документах фигурировали как газовые горелки. И таким способом, по мнению Романа Титова, российские чиновники сокращают, наши кировские чиновники сокращают число объектов, попадающих под действие указа президента. Потому что их необходимо поддерживать круглоглодично, поддерживать в них пламя, поддерживать их в достойном состоянии. Что ты думаешь по этому поводу? Почему сложилась такая ситуация и нужно ли в ней разбираться? — Однозначно нужно этим заниматься. Хочу сказать, что с этой проблемой мы сталкиваемся очень уже давно. Я помню, когда мы готовились к 65-летию Победы, и при принятии бюджета, по-моему, в 2007 году на ЗАГС Собрании, я увидел строчку, что на ремонт памятников к 65-летию стояла сумма 9 миллионов на 2010 год, как раз в день праздника. Тогда я предложил и сказал, что, слушайте, ну мы 9 миллионов, так к 2010 году, как вы там, за 3 месяца, что ли, отремонтируете все памятники? И тогда все-таки меня услышали, и мы внесли каждый год по 3 миллиона, разбили эту цифру. И подготовка шла в течение трех лет. В этом году ситуация обратно повернулась таким же способом, и насколько я читал в заключении контрольно-счетной палаты, там больше половины памятников, которые планировались из 10 миллионов, так и не были отремонтированы. Значит, я хочу сказать, что вообще быть патриотичным и вспоминать погибших людей советских, да, надо не только 9 мая, а надо вспоминать это всю оставшуюся жизнь и каждый день, и точно так же, как про ветеранов и детей войны, и дружеников тыла. То вот я очень боюсь, чтобы у нас вот это, на самом деле, святой праздник не перешел в какую-то пиар-акцию 9 мая. Определенных, как я сегодня рассказал, там, наших руководителей области, города, там, когда они буквально пробежались, сели в машины и разъехались, а народ так и не пустили к вечному огню, да. То вот это, конечно, не хороший посыл, на самом деле. При этом, я хочу сказать, что ситуация со всеми нашими памятниками, даже в Кировской области и с вечными огнями, она критическая, фактически. Очень много, на самом деле, заброшенных на кладбище и памятников, и постаментов, которые, в общем-то, были... Ситуация, на самом деле, не новая. Она не новая. Она многие годы, и никто не... А денег так не было, так и нет, на поддержание... Ну, у нас же, знаете как, в общем, что такое 10 миллионов для областного бюджета? Ну, если честно сказать, если мы говорим о памяти, мы говорим о патриотизме, это, в общем-то, ничего. Это наш долг. Но, как касается чего-то хорошего и долга, у нас обычно всегда деньги отсутствуют. Вот если бы на что-нибудь такое, там, хорошее, для... Машину купить новым чиновникам, или, там, путевки с санитарной, курортной организовать. Я же видел, в каком состоянии эти памятники пребывают десятилетия. Двадцатилетиями. Двадцатилетиями. Памятники перестали находиться, как бы, во внимании государства с 90-х годов. Возможно, необходимо перевести, есть предложение перевести в федеральное ведение. Ну, я думаю, что мы, когда будем переводить, то федеральный бюджет скажет, что у них тоже на это денег нет. Тоже денег нет. Но распоряжение есть поддерживать, а денег нет. Поддерживать нет, и понятно, что муниципальное образование в районной области не в состоянии их содержать, потому что в советское время практически в каждом деревне, в каждом селе, на каждом кладбище такие постаменты стояли, и они всегда были в надлежащем виде. Тогда вот есть предложение снова от Романа Титова, в этот же день последовавшее, в юбилейный год победы, ну, он тоже понял, что 10 миллионов было выделено, этого недостаточно. Понятно, что в следующий год не будет выделяться больше средств, будет меньше. Единственная возможность сохранить память – это брать эти памятники под шествую под опеку местных предпринимателей. Ну, тогда надо как-то это объяснить нашим предпринимателям, что кроме как платить налоги, они еще должны кучу всего содержать, то в данном случае я считаю, что если, конечно, многие предприниматели, наверное, с этим согласятся, они будут вести, но мы с вами четко понимаем, что сегодня столько различных этих памятников и постаментов на территории Кировской области, где фактически во многих поселках и районах отсутствует такое количество предпринимателей. Выход всегда один, если государство говорит, что оно помнит 70 лет победы, что мы патриотичны, что в данном случае, еще раз хочу сказать, это не те деньги, о которых мы говорим, нужно только одно – желание, чтобы все эти памятники были в надлежащем виде. Я пример один короткий приведу. Желание чьё? Самой власти. Какой? Муниципальный. Вадим Владимирович? Ну, не знаю, Вадим Владимирович – это… На всех уровнях? На всех уровнях. Я еще раз хочу сказать, чтобы содержать эти памятники, не требуя большого количества. Я знаю кучу районов и поселков, где люди, школьники, старший класс вместе с директором школы, вот Лебяжская школа, да, они восстановили три или четыре памятника герою Советскому Союзу Лебяжского района, да, они сами ходили. У нас люди активные, и они стараются… Дим, сделай вывод, пожалуйста, это дело населения, которое находится в этом населенном пункте, где есть памятник, или это дело какой-то из властей? Это общее дело, но основную нагрузку, хотя бы привести их в надлежащий вид, чтобы они были похожи на памятники, а уже их содержать будет, я имею в виду, прибираться вокруг них и убирать траву, мусор, может население, но постаментом он должен быть, и этим должно заниматься, в принципе, государство. То есть должна быть программа государственной? Ну, мы же говорим о том, что… Государственная программа. Государственная программа. С выделением средств. Однозначно. Ревизия памятников, выделение средств. Ревизия их содержания, как бы, ну, если мы говорим о том, что нам дорог вторая Великая Честная война. А как ты считаешь, каждый памятник нужно сохранять, или всё-таки в результате ревизии нужно как-то… А вот как раз ревизия и покажем, потому что у нас есть сегодня, к сожалению, куча мест, где уже нет этих и посёлков, деревень, и памятник, и некому даже и прийти прибраться, и цветы положить. То, конечно, ревизия это выведет то, что, в принципе, сегодня жизнеспособно. Ты хотел рассказать, до эфира ты не сказал, что есть история про патриотизм. Я просто вернусь там в 2012 год, в конец года, нет, в начале, да, последнее заседание городской думы, которая вот до этого созыва была, значит, они вынесли два решения. Это передача четырёх гектар в Парке Победы, там, типа под строительство спортивного объекта, и второе, там, они выкупили землю у фирмы Доронича, там, за 46 миллионов туда. Вот собрались, последняя дума, вот, приняла то решение. Вот, значит, это было, на самом деле, очень плохое решение, и жители того микрорайона ТЭС, это вот, где находится Пар Победы, очень сильно возмущались, они кричали, но очень патриотичный глава города Бык рассказала, что вы тут переживаете, вы не хотите спортивного сооружения, вы не хотите, чтобы там всё развивалось, чтобы всё там прибрали, потому что частник гораздо эффективнее, чем государство, ну, вся эта история. Да, вот сейчас история закончилась, вот, буквально недавно на днях мне пришли жители того микрорайона и сказали, что случилась очень интересная ситуация. Значит, вот, я попросил дать документы мне, кадастровые справки о тех четырёх гитарах в Парке Победы. Вот, а они, самое интересное, что в 13-м году стоимость кадастровой того участка была 155 миллионов рублей, это был у нас какой год, это был 13-й. В 14-м эта цена уже кадастровой стоимости упала до 51-го. В 2015-м... В 3 раза упало. Да, в 3 раза. Самое страшное падение началось в 15-м, видимо, кризис, и, видимо, 70-летие Победы на это тоже повлияло. То получилось, что в 15-м году стоимость кадастрова упала до 1 миллиона 600 тысяч рублей. Ещё раз, какая территория? 4 гектара в Парке Победы. 4 гектара в Парке Победы стоит 1 миллион рублей. Кадастровая стоимость была оценена городской администрацией, 1,6 миллионов рублей, значит, и по концовке это было всё продано той компанией, которая как бы хотела там построить какой-то спортивный объект за 383 тысячи рублей. То есть за 155 миллионов. Да, всё подешевело, но это же там... До 300 с небольшим. Да, и сегодня, как бы, эта сделка произошла в апреле месяце, как раз в Меселе Победы, и просто от Парка Победы отрезали 4 гектара, и никакого там спортивного объекта, как обычно всегда кричит патриотичный глава города о том, что он очень любит город, и что он только процветает и расцветает, то там уже даже прошёл градосовет, что там в ближайшее время будет 4 16-этажных дома. А какой компанией передано было? Я не знаю сейчас, какую компанию, значит, но вот она выкупила за 383 тысячи объект, который фактически сегодня оценивается, если даже продавать его городу, в пределах 200-230 миллионов рублей. Если перевести какие-то понятные вещи, да, это целый детский сад, да, или ремонт очень большой части дорог, которых у нас нет, и тротуары. На сайте город-администрации можно увидеть. Да, это всё можно увидеть, да, и выкуп вот это. Просто я к тому, что можно, у нас есть патриоты, которые с утра до ночи кричат и шумят, да, а на самом деле делают всё с точностью наоборот. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу, напоминаю, что вы слушаете особое мнение Дмитрия Русских. Начнём мы после перерыва с вопросов, которые пришли на сайт. Особое мнение на 101.фм. И это особое мнение депутата законодательного собрания Кировской области Дмитрия Русских. Полминуты на завершение. И в заключение, тогда вот конкретно касающе Георгиевских лент, да, можно всю грудь обвершать Георгиевскими лентами и медалями, и везде кричать на каждом углу, что ты очень патриотичный, очень, да, и при этом совершать те поступки, которые совершаешь. То в данном случае, если кто помнит историю, потому что Владимир Васильевич у нас появился уже... Владимир Васильевич Быков. Да, он у нас, к сожалению, появился, да, к большому сожалению, в 2003 году, он тут ничего не строил, деревья не сажал, то Парк Победы появился как раз в память о тех мужчинах, которые жили в этой деревне, и ни один из этих мужчин в этой деревне не вернулся с войны. Деревня была на территории Парка Победы. Да, конечно, была деревня, это была окраина города Кирова, даже не город Киров был, да. А сейчас там будет 4... А сейчас там патриотичные к 70-летию Победы сделали такой подарок одной коммерческой структуре, фактически отдали за бесплатно 4 гектара, и, в общем-то, вот вам вся и Победа, вот вы 70 лет Победы. То в данном случае я не считаю, что патриотизм – это кто больше кричит. Патриотизм – это то, что когда ты делаешь те вещи, после которых тебе люди говорят, что ты сделал очень много хорошего, и наш город стал красивее, чище и лучше. Так, мы переходим к вопросам сайта, как я и обещала, новость, вопрос от Евгения. В новостях пишут, что государство прольет золотой дождь на предприятия военно-промышленного комплекса, и Кирову городу от этого будет хорошо. Может и так, но сельское хозяйство как выживало еле-еле, так и сейчас еле выживает. Может не о танках, нужно думать о хлебе и молоке, как вы думаете? Значит, скажу, что на самом деле, наверное, они подзагрузят наши те предприятия, которые есть, но насколько я знаю ситуацию, что там больших каких-то дождей финансовых никаких не принесут. По одной простой причине, потому что фактически заводы выполняют тот заказ, который не приносит им никакой фактически там прибыли. Все очень сильно сокращено, все очень сильно зарезано, и в данном случае это только позволит сохранить рабочие места и те зарплаты, которые получают на этих предприятиях. На самом деле, сегодня соглашусь, что одной оборонкой нам экономику не поднять, мы сегодня должны четко понимать, что экономику надо поднимать по всем направлениям, это касается и сельского хозяйства, и предпринимательства, и науки, и экономики, и промышленности, и производства, то одна оборонная промышленность нас однозначно никуда не вытянет. Я насколько поняла, по твоему ответу, вообще не вытянет. Она вообще не вытянет, и в данном случае я всегда считаю, что прежде чем вооружаться, надо сначала весь свое население накормить, обучить, создать все условия для комфортной жизни, сделать дороги, построить детские сады и школы, а потом уже думать о чем-то более глобальном. В данном случае я считаю, что одну гонку вооружения мы уже проходили, и мы знаем, чем она закончена. Вопрос от Александра Дмитрия Михайловича. Кто из депутатов областного законодательного собрания является для Вас соратником? Спасибо. Соратники для меня являются те, кто голосует во благо большинства населения, и которые не отстаивают ни коммерческие, ни лоббистские какие-то направления. Вот любой депутат, который поддерживает веяние, население веяние, так, чтобы этому населению хотя бы чуть-чуть жилось каждым годом лучше, и который никогда не согласится с той коррупцией, которую сегодня я только что рассказал, один элемент из этой коррупции, да, то это по-любому мой соратник, значит он соратник мой и всех избирателей. Ну вот, тоже в последнем своем особом мнении здесь в эфире депутат городской думы Владимир Журавлев сказал, что депутаты должны быть такие, как я, такие, как Валерий Туру, такие, как Дмитрий Русских. Как вам такой ряд? Ну, я благодарен Владимиру, но хочу сказать, что депутаты в первую очередь должны думать о своих избирателях, быть честны и порядочны. Для этого люди от нас ждут определенных результатов. И, к сожалению, когда они видят, что никаких результатов нет, так как меньшинство не может перебороть большинство, то понятно, что идет полное разочарование. Мы видим с вами по выборам, что явка на избирательном участке падает. Население не верит в выборность кампании и не верит в тех депутатов, которых выбирают. К сожалению, это так. По городским еще вопросам, отойдем от областного законодательного собрания, отдельно посвятим особое мнение. Здание бывшего дома офицеров, все у нас все-таки такая тема пойдет, теперь распоряжается Федеральное бюджетное учреждение Агентства по управлению и использованию памятников истории культуры. По данным Департамента госсобственности Кировской области, сделано это в целях реконструкции объекта культурного наследия, даты постройки 1913 год. Напомню, что по информации, которую здесь в этой студии озвучил Алексей Вершинин, заместитель председателя правительства в Кирове, 57 исторических зданий. Они, которые включены на данный момент в путеводители по вятке. Почти все они требуют серьезного ремонта денег, на которых в бюджете нет. Тогда получается, что это не путеводители по вятке, это позор в вятке. Ну, если ты будешь ввозить людей... То есть, то есть. Ты скажи-ка, правильное или неправильное направление избирают, передавая федеральным агентствам или, вот многократно озвучилась идея все-таки бизнесу передавать, и где вообще этот путь, что делать с этим изданием? Ну, во-первых, смотрите, то, что передали бюджетные организации, это, в общем-то, тоже деньги бюджета. Да, потому что... Ну, это федеральное учреждение. Ну, хорошо, оно федеральное, но оно все равно потребляет деньги из федерального бюджета. То, в принципе, они будут дополнительно запрашивать на... Ну, хоть не из областного, не из городского. Значит, вот мы обратно возвращаемся к истории Великой Отечественной войны, да. Вот все эти даже здания – это история. И если сегодня государство не хочет сохранить эту историю, то, значит, государство не думает о будущих поколениях и не думает о прошлом. Опять государство за деньгами? Ну, подождите. Мы сегодня платим все налоги. Если мы сегодня бегаем для детей, собираем лекарства вместе с вами, да, деньги для того, чтобы там детей туберкулезом вылечить, да, или мамы бегают для детей и ищут деньги для того, чтобы их свозить на операцию... Задача очень глобальная. У нас по каждому моменту мы упираемся в то, что если государство надо, пусть государство и сделает. Вот сейчас, сейчас, вот это вот прямо здесь и сейчас надо решать. Хорошо. Если вы... А то очень долго... 20 с лишним лет никто не решал, а сегодня решили, что вот у нас появилась карта прогулки по дороге. Здание-то рушится. Да. А 20 лет ничего не решили. Еще 20 лет будем решать. Ну, смотрите, я думаю, что в данном ситуации, так как вы не хотите слышать, что государство должно быть участно вообще в жизни населения, то они понятны, зачем государство и зачем чиновники. Они только ездят на дорогих машинах, выписывают себе дорогие... Нет, я считаю, что, конечно, государство хотелось... Обязано, Света, оно обязано совершать те... Ну, просто ходи очень долгие, может быть, своими силами. Хорошо. То в данном случае своими силами, я думаю, что мы не утянем. Единственное, что есть вопрос один, вести разговор с бизнесом и на каких-то условиях передавать эти объекты ему с условием того, что они будут их восстановить исторический вид. А бизнес это интересно, как считаешь? Ну, я думаю, что если власть заинтересована сохранить и отремонтировать, она должна найти те вещи, которые будут интересны бизнесом. Например, какие? Ну, длительная аренда или там какой-то формат. Я не знаю, можно в любом варианте найти точку соприкосновения, если было бы желание. По крайней мере, это надо было делать уже давно. Я знаю, что бизнес очень активно в свое время, до кризиса, предлагал такие пути решения городу, но до сих пор это решение так и не было найдено. Ещё на две минуты буквально вопрос. Вот сейчас был дневной разворот, мы говорили о Фалёнском, о мосте через железные дороги, дорогу в Фалёнках. Мост падает уже с 2007 года, и никто не несёт за это ответственность. Я тебя попросила посмотреть этот материал на бизнес-новостях, ты посмотрел? Я, к сожалению, не посмотрел, но я примерно понимаю всю ситуацию. У нас много что падает. Железная дорога открещивается, никому не принадлежит этот объект. Ремонтировать не на что. 100 поездов в день, тысячи людей. Как говорил господин Черномырдин, хозяйство вести не одним местом трясти. Гораздо проще проводить какие-то мероприятия, резать ленточки и, в общем-то, кричать «Ура, патриотизм!». А совершенно другое – вести то хозяйство, которое тебе там. В чей огород камешек сейчас? Ну, во-первых, смотрите, есть мост. Он однозначно находится на территории Российской Федерации, на территории Кировской области. Никому не принадлежит. Такого не может быть. Ну, так и есть по документам. Никому не принадлежит. Значит, в данном случае опять виновата население, оно должно сейчас скинуться и пойти отремонтировать этот мост. Ну, по вашей логике. Потому что опять нет никого. Это пустота. Значит, надо всем-то дружно взять и написать у нас, кто принимает одно решение в стране. Владимиру Владимировичу Путину. На прямой линии. И сказать, Владимир Владимирович, у нас безобразие полное творится. Примите какое-то решение и дайте там этим бездельникам нагонять. Но у нас сегодня, к сожалению, так вот происходит. Совет принят. Остается у нас 4 минуты, по 2 минуты на вопрос. На прошлой неделе развивалась тема по поводу бэби-бокса, который открыли, не успела на 4 дней просуществовать. И как его прокуратура закрыла. Дискуссия была обширная. Наверняка ты с ней знаком. Наши слушатели точно. На чьей ты стороне? Я на стороне разума. Если мы хотя бы спасем одну или две жизни, это будет гораздо лучше, чем мы их не спасем. То в данном случае это еще раз показывает. Приезжает там замгубернатора, открывает. Прокуратура тут же пишет, что это неправильно. И все это закрывает. То в данном случае мы говорим про мост, а тут же говорим, что вроде бы одно государство, одна структура власти. И они все думают и делают все по-разному. Но такого не бывает. Это какая-то беда. Я еще раз сказал, что если мы хотя бы спасем одну или две жизни, то это будет уже есть хорошо. И последний такой вопрос. Также нам здесь рассказал в программе «Дневной разворот» Алексей Вершинин, зам предобластного правительства, об идее о залеже костей, париозавров котельнических, которые вот в ящиках хранятся годами, и они как бы ни к чему уже здесь не приткнешь, извини, попросту скажу. Была идея, которую транслировал Алексею Вершинину Альберт Хлюпин, экс-директора палеонтологического музея, продавать по частям париозавров, бесхозных, ну не бесхозных, они, конечно, все там под описью, но тем не менее, которые нам не нужны, в музее мира. И транслируя таким образом идею того, что вот у нас есть местонахождение, и с другой стороны зарабатывать деньги на развитие палеонтологического музея. — Понятно. Но я отношусь очень... На комедии можно снимать, конечно. Я тебе скажу, на самом деле много денег не заработают, я бы хотел, чтобы все-таки во время кризиса, и когда идут у нас те процессы, которые идут в экономике, я бы хотел, чтобы все-таки руководство области занималось людьми, а не костями. То в данном случае у нас есть куча проблем сегодня у инвалидов. — Пускай департамент культуры этим и занимается, они все-таки должны этим заниматься конкретно. — Я не знаю, кто это будет. Я считаю, что вопрос, который ты ставишь, но он для меня не настолько важен, потому что, в принципе, мне кости они не интересны. — Это 20 самых важных вопросов, посмотрите сюда. — Подождите, у нас сегодня есть проблема, у нас сегодня есть экономический кризис, у нас есть сокращение рабочих мест, у нас куча проблем. — Он музеев тоже касается. Что теперь, их закрыть, что ли? — Музеев никто не говорит. Но когда на самом высоком уровне занимаются костями, я не понимаю, тогда можно еще чем-нибудь другим заняться. Свет, я не понимаю, когда есть куча проблем населения. — В общем, проблема не твоя. — Я считаю, что она точно не проблема руководства Кировской области. У них есть куча других проблем. У нас куда ни зайди, везде проблемы. — Я понимаю, Сей Саныч, этой конкретной проблемой не занимаются. Он лишь поддержал, что, наверное, это интересно. Департамент культуры... — Ну вот кому это интересно, пускай этим те и занимаются. Мне интереснее, как будет жить наше население в ближайший год. — Все. Поняла тебя. Это особое мнение депутата законодательного собрания Кировской области Дмитрия Русских. Спасибо большое. — Спасибо всем. Еще раз всех. С прошедшим праздником.